У нас сегодня выходной день, и мы снова приехали на наш участок. Погода сегодня не очень такая, чтобы заниматься на улице. Дождь, сегодня дождь, вот буквально на несколько минут, может быть, вышло солнышко. Сегодня мы на улице не будем ничего делать, земля мокрая. Солнышко вышло, но это ненадолго. Сегодня весь день 2-3 капельки, поэтому сегодня у нас работы дома. Дома тоже очень много дел. Сегодня пылесосить будем, полки вешать, со шторами тут что-то думать, смотреть, примерять. Полы, главное, нужно почистить. Привезли сегодня пылесос, диван хочу пропылесосить, пока мне его зашивать нет времени. Вот такие вот у нас сегодня работы в доме. Взяли обед с собой, воды привезли. Мы из дома привезли вот такую узкую полочку. Это одна из частей моего бывшего рабочего стола. Покупали в магазине ХОФ. Все это не очень хорошего качества, все разбирали по частям. Это была опора столешницы и был еще такой стеллаж, может быть, кто видел в ХОФе. Продается. Мы рассчитывали, что эту полку, она шириной 15 сантиметров, мы ее вставим вот туда за холодильник. Там как раз 15 сантиметров. Но она туда не вошла. Мы сейчас чуть-чуть отодвинули кухню, чуть-чуть буквально там на 1 сантиметр. Вставили эту полку и поняли, что она нам там не нужна. Пусть уж лучше будет пространство что-то там убрать. Не очень смотрится все это. И, в принципе, она там непонятно, что там бутылки нам никакие не нужны. Алкоголь мы не употребляем. Масло бутылку можно убрать в другое место. В общем, для нас она в том месте бесполезная. Нет у нас никаких бутылок и они нам не нужны. Поэтому мы вернули кухню на место. Пока не придумали, что там будет за пространство. Может быть, какую-то корзинку поставлю узкую. Но не полку. А эта полочка мы ее повесим на стену. Она такая замечательная. На нее можно чашки поставить, посуду какую-то. Она такая обычная, хорошая. 1, 2, 3, 4 полочки. Еще и сверху можно какой-то цветочек поставить. В общем, повесим мы ее куда-то наверх. Наверное, вот сюда. Вот сюда, наверное. Ну, придумаем уже по ходу. Еще раз покажу. Мы отдельно покупали столешницы. Ездили по объявлению. Эти столешницы новые. От кухни Кноксхольд Икеа. Кухня продается секционно. Каждой секции прикреплена столешница. Люди покупают в секции. А потом столешницы снимают. Они им не нужны. Продают их. А потом покупают себе одну сплошную. Здесь поэтому все заделано. Вот такие края. Мы покупали. Нам несколько штук было. В объявлении их 5 штук. Но мы все 5 изобрали. Вот я уже говорила в каком-то видео. За 2005 штук. 5 столешниц. Мы их сейчас будем использовать как полки. У нас есть вот такие уголки. Мы их покупали ранее. Тоже в Икеа для дома покупали. Но никуда не использовали. У нас их несколько. Мы их лаком покрыли ранее. И вот одну такую полочку мы уже повесили на вот эти крепления. Эта полка у нас под микроволновку будет. Вот именно от этой столешницы. Размер у нее 40 на 60. Ну а там поточнее может быть 41 на 62. Мы обрезали кусок планки. Вот в углу такие планки были. Вырезали. Чтобы четко. Полка чтобы к стене четко вошла. Приложили на нужную высоту. Тут примерили как нам это нужно. Один уголок с этой стороны. Один с этой. Все крепится. Все хорошо, надежно. Здесь угол еще на той доске будет. Если что, как опора. Вот. В общем, вот так это смотрится издалека. Мы, наверное, сейчас еще одну повыше. У нас на этой полке микроволновка. А та, что повыше, тоже можно будет что-то ставить. Оно не мешает. Ни шторе не мешает. Ничему не мешает. Вообще она так идеальна. Ну и повесили точно такую же вторую полочку. Мы ее повесили по-другому. Одна так, другая так. Вот так получилось. Так красиво смотрится. А вот на эту стену мы уже примерили. Повесим вот эту белую. У нас сегодня нет креплений. Но мы либо в следующий раз, либо попозже доедем до магазина. Купим крепление. Она такая красивая. Она как раз сюда подходит. И шторе не мешает ни с какой стороны. И здесь все отлично. В общем, у нас уже вот такие две полочки. Ручку прикрепили. Но я буду еще ее снимать. Лаком нужно покрыть. Я ее тогда темненько сделала. Вот как наличники. Вот так просто, как смотрится. Чтобы не валялось, решили прикрепить. Просверлили отверстие насквозь. Ручка крепится очень быстро. Но потом, когда на улице солнышко будет, я сниму. Лак у нас есть. Он у нас здесь даже. Вот так смотрится. Специально делали белое и под дерево. Также ручку мы сделали. Вот у нас вторая дверь. Наша кладовочка. Здесь тоже ручку я потом сниму. Доделаю. И далее мы перевешиваем карнизы. Я наконец-таки определилась, как я хочу повесить. Женщина вот одна мне в комментарии подсказала, почему-то я так не догадалась. Она мне написала, вот если вы смотрите, не на шторную ленту вешать, а подогнуть и вставить вот в эту трубочку шторку. Вот я так и сделаю. Потому что на кольцах она так как-то некрасиво смотрит. Вся в разные стороны убегает, разбегается. В общем, не подходит. У нас висел вот так карниз. Мы не будем его вешать выше. Не вешается карниз выше, настолько, насколько мне написали в комментариях под потолок. Но это вообще некрасиво. Это какой-то совдеповский вариант. Карниз вешается над окном. У нас не совсем он это на наличнике. Поэтому все отлично. Единственное, при том варианте, который я хочу сделать, вот штору подогнуть и трубочку, мне будет мешать вот это крепление. И мы его передвинем. Вот на этом окне мы уже сделали. Вот. Дырочки там ничего страшного. Подкрашу. И тогда у меня здесь полностью. Вот я подогну на трубочку, туда вставлю. Кружочки эти снимаются. Все это надевается. И у меня штора так будет. Я уже придумала, как я вот эти все шторы. У меня два комплекта. Я буду разрезать их пополам. Мне абсолютно не нужны трехметровые. Вы представляете, на такое окно 3 метра. Оно будет, да, пышно. Но это совершенно ни к чему. При помещении кухня-гостиной у нас 11 метров всего квадратных. Два окна, дверь. Все в шторах. Это кошмар будет, если все эти тряпки тут будут висеть. Мы также сделали над дверью. Специально я сделала пониже. Меня интересует закрыть только дверь. Я не собираюсь вешать вот эти шторы над потолком. Это ужасно. Некрасиво. Кто так предложил. Но это уже вообще так никто не вешает. Вот посмотрите в интернете, как вешают. 10 сантиметров от потолка. Я чуть ниже сделаю, потому что меня интересует закрыть именно дверь. Здесь у нас совершенно другой карниз. Вот на дверь у нас такого больше нет. Тоже икеа. Дома у нас висел. Вот такой. Все крепления, саморезы, вот под этой планочкой она потом надевается. И сама трубочка, вот она. Она потолще, она немножко другая. Здесь я буду то же самое. Сейчас я вставлю, покажу. То же самое. Также я буду штору убирать, шторную ленту. И подгибать, и вот на трубочку надевать. И штора будет разрезаться пополам. 145 сантиметров пополам. Потому что здесь у меня проем 70 сантиметров. 70-75, зачем мне здесь трехметровые шторы? Абсолютно они тут не нужны. Вот так это смотрится. Задача закрыть. Не то, что закрыть, а просто облагородить проем. Шторки повесить. У нас с одной стороны вот такой наконечник. А с другой стороны куда-то он потерялся. Ну, потерялся и потерялся. Вот так будет висеть. Даже лучше. Вот. Вот так получилось на дверью. Шторы я уже постирала. Кто мне написал, что нужно их постирать. Я их постирала. Сегодня я их... Сегодня-завтра я их поглажу. Перемерю. Разрежу. Буду подшивать. И потом уже буду на днях вешать. Понедельник, вторник я их уже повешу. Уважаем. Разрежу. Все упал.